Прощайся с Веной, Рудольф. Я отправляю тебя в Прагу, в 36-й пехотный полк. В Прагу? Нет. Я еще не закончил учебу. Я хочу быть здесь, учиться у вас. Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас на нашем канале про Эд Контра за и против. Меня зовут Геннадий. Меня зовут Лариса. Сегодня мы расскажем вам о двух самых известных источниках минеральных вод на нашем курорте Марианской Лазни. Это источник Рудольфа и источник Каролины. Каролинов Прамен, Каролинин Прамен и Рудольфов Прамен. Колоннада этих источников находится за нами. В чью честь были названы эти источники и почему? Источник Каролины был назван в честь Каролины Августы Баварской. Впоследствии императрицы, четвертой жены, последнего императора Священной Римской империи, Франца II. Источник Рудольфа был назван в честь кронпринца Рудольфа, единственного наследника императора Австро-Венгрии, Франца Иосифа I. Что ты знаешь о Каролине и Рудольфе? Ну, в общем, это неоднозначные фигуры и выбор названий источников в их честь достаточно интересен. До 1918 года Чехия входила в состав Австро-Венгрии. И в те времена было принято называть школы, больницы, высшие учебные заведения, площади и другие объекты в честь императорских особ. Наш город не был исключением. В нашем городе именами императорских особ были названы эти два источника. Каролина ничем особенным не проявила себя. Ну, императрица это само собой, детей она не имела, прожила долгую жизнь, умерла в 81 год. И известно только тем, что большую часть жизни посвятила благотворительность. Кронпринц Рудольф был более яркой фигурой. У него были очень яркие и известные родители, особенно его мать, это Елизавета Баварская, всем известная в те времена красавица Сиси. Наверняка вы что-то слышали о ней. И сам он был неординарным персонажем. В детстве его отец почему-то считал слабым ребенком и муштровал, готовя к воинской службе. И хотелось сделать из него настоящего воина и настоящего императора. Остановила этот процесс мама, когда узнала, что происходит с его сыном. Но родительской любви в детские годы Рудольф не получил. Он это компенсировал в более зрелые годы. В 20 лет он поступил на службу в 36-й пехотный полк. Служил и жил в Праге. И зажигал по полной. У него было много любовниц, много различных связей. Он вел разгульный, что называется, образ жизни. И даже его женитьба в возрасте 21 года и рождение дочки не остановило его. Он продолжал вести такой же образ жизни. И очень рано умер. При невыясненных обстоятельствах в возрасте 31 года. А что, эти персонажи были знакомы Каролиной и Рудольф? Ну, с уверенностью сказать нельзя, были ли они знакомы. У них была большая разница в возрасте. То есть, когда Каролина умерла в возрасте 81 года, Рудольфу было всего 15. Но, учитывая, что они относились к одному двору, к австрийскому двору, и были императорских кровей, наверняка они были знакомы. Но, я думаю, они очень бы удивились, если бы узнали, что их жизнь свяжет таким оригинальным образом, что источники с их именами будут сотни лет находиться под этой колоннадой и лечить большое количество людей и гостей курорта. Что же было на этом месте раньше? Ты не поверишь. На этом месте, как это неудивительно сейчас представить, был просто склон холма, заросший кустарниками. И вообще, Марианские лазни были совершенно необитаемые. Было построено совсем несколько домов, а так здесь были болота, леса, холмы, кусты и так далее. Конечно, сейчас представить это невозможно. А когда открыт был источник Каролины? Ну, вот примерно 200 лет назад он и был открыт. Он был открыт монахом Тепельского монастыря в 1809 году. Случайным образом, гуляя по этому холму, он обнаружил, что из земли бьет источник с газом, попытался полечить там свою ногу, как утверждает, вылечил. И спустя два года на этом месте построили, вот буквально на этом круге, построили такой алтан, то есть это купол, который поддерживало 8 коринфских колонн. И под ним расположили этот источник. Реально он здесь и находится. На глубине 11 метров, вот под этим кругом, обложенной плиткой, находится источник Каролины. Через 8 лет после этого, в 19-м году, его переименовали в источник Каролины. Первоначально его было название очень тривиальное, чтобы его оставить. Новый источник, он назывался первоначально. Откуда берет начало Каролина, мы теперь знаем. Так. Гений, а откуда берет начало Рудольф? И почему мы здесь? Вопрос резонный. Мы здесь неспроста. Рудольф берет начало на Ушавицких лугах, где он и был обнаружен примерно в то же время, как и Каролина. И с 1820 года он уже использовался для питьевого лечения. Потом он переместился в другое место. Мы сейчас покажем, куда. Так вот. Только спустя 85 лет источник Рудольф переместился с Ушавицких заливных лугов в этот павильон, который расположен за нами. Это было в 1902 году. Кроме этого, источник Рудольф выведен на Ушавицкий ручей, который мы показывали в нашем сюжете о первом пребывании в Марианских лазнях. Ссылка наверху. Кроме этого, на колоннаду Каролины и Рудольфа, где мы сегодня снимали сюжет. И, кроме этого, он выведен в павильон крестового источника. То есть, источник Рудольф в нашем городе представлен широко. Какие показания к лечению этих источников Каролины и Рудольфа? Ну, хватит шутить. Это вопрос серьезный. Эти два источника – это главные урологические источники нашего курорта. И, собственно, благодаря им можно считать Марианские лазни главным курортом минеральных вод для лечения урологических заболеваний. Каролина применяется для растворения почечных камней, для лечения мочекаменной болезни. Это связано с тем, что в ее составе очень много магния, соотношение магния с кальцием 5 к 2, и она успешно растворяет камни. Источник Рудольф обязательно назначается в комбинации с Каролиной. В его составе тоже есть магний, но очень много кальция. И он обладает противовоспалительным действием, мочегонным действием, а благодаря высокому содержанию кальция, соотношение с магнием 5 к 2, он еще успешно применяется при лечении остеопороза. Вот главное их предназначение. Хорошо. А вот ты непосредственно лечился этими источниками? Расскажи историю свою. Я уже начинал этот рассказ о своей истории в нашем первом видео о марианских лазнях, о нашем первом приезде. 20 лет жизни в Питере привели к тому, что у меня в почках образовались огромные камни размером примерно 10 на 15 миллиметров. Боли были дикие, я обратился к урологам, и замечательный уролог Юлия Александровна Побежимова легко обнаружила на УЗИ эти огромные камни, много песка, и порекомендовала мне лечиться в Чехии источниками минеральных вод. В частности, мы приехали в Марианские лазни. В новых лазнях в санатории мне прописали, как ты помнишь, питьевой курс. Три раза в день, я честно, две недели пил оба эти источника примерно по 300 грамм. Мы вернулись домой, и где-то через неделю я снова пошел к Юлия Александровне, чтобы посмотреть результаты лечения. Юлия Александровна посмотрела на УЗИ моей почки, и камней не обнаружила. Мы переглянулись, не понимаем, в чем дело. Она говорит, ну, наверное, что-то с прибором. Сломался прибор. Попросила у своей коллеги использовать второй прибор. Мы перешли в соседний кабинет. Ко мне нет. Песка нет. Ну вот, произошло такое чудо. Это подтверждено многочисленными снимками моих почек в нашем семейном архиве, что называется. И впоследствии я стал персонажем одного из сюжетов питерского телевидения о успешном лечении мочекаменной болезни на коротках минеральных вод в Марианских лазнях. То есть, вот такой курьезный случай. И я вам хочу сказать, что после эмиграции в 2008 году в Марианские лазни больше никогда у меня не болели почки. И у меня совершенно они чистые, нет ни песка, ни камней. Так что рекомендую всем повторить мой опыт. Клечи расправить. Евгений, расскажи какую-нибудь интересную историю про колоннаду. Ну и про источники, может. Ну, про источники я уже рассказал достаточно. Расскажу про эту колоннаду. Курьез произошел в 1985 году. Тогда было принято решение передвинуть колоннаду ни много ни мало с этого места на это. То есть, на 10 метров от дороги. Для этой цели была построена еще одна колоннада. То есть, в течение года построили вторую колоннаду зеркально похожую на первую. И фотографы, и гости города могли развлекаться какое-то время, фотографируясь на фоне двух зеркально подобных колоннад. Это было, конечно, шоу. Жаль, что мы это не застали. Но фотографии эти сохранились и в интернете их можно найти. В течение 1986 года, к концу года, к сожалению, первую колоннаду разобрали. И теперь осталось только вот это. Теперь уже по счету вторая колоннада. Вот такая занимательная история. Прикольно. Ну, я думаю, на этом надо заканчивать. Чтобы не затягивать наш рассказ. В следующих видео мы расскажем о других, не менее интересных, источниках минеральных вод в Марианских лазнях. Будем прощаться? Да. Пока смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу. До свидания. Пока. До новых видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok